Системно переломить тенденцию ухудшения экономических показателей вам не удалось. Да, последние пару лет в целом обеспечивается рентабельная работа, но это почти нулевой уровень. Рентабельность в первом полугодии как 2020, так и этого года полпроцента. Ну, точнее, наверное, 0,6. Никакого финансового запаса прочности в отрасли нет, а без него невозможны нормальные инвестиции в новые направления. Как вы собираетесь развиваться и выполнять свои планы? По сути, сейчас вы занимаетесь простым производством, а, проще говоря, текущим проеданием, что не может не настораживать. Кроме того, как мне докладывают, ряд организаций находятся в различных стадиях экономической несостоятельности, а не банкроты. По итогам первого полугодия текущего года убыточны почти 20% ваших предприятий. Их количество выросло за год с 11 до 23, а сумма чистого убытка увеличилась в три раза, до 15 миллионов рублей. Белкопсоюз – основной должник по расчетам за потребительские товары в республике. При этом, знаете, что меня удивляет при анализе ваших долгов? Вот цифры. Ваша задолженность перед сельчанами и другими поставщиками товаров, услуг составляет почти полмиллиарда рублей. Из них просроченная – 109 миллионов, или 24%, четверть. Просрочка по налогам бюджет – 10%, 3 миллиона. Зато просроченная задолженность перед банками при общей сумме 337 миллионов рублей составляет всего 2,5 миллиона рублей. Полпроцента. Какой можно сделать вывод из этого финансового бардака? Очень простой. Больше всего ваши начальники и вы боитесь банкиров, которые, если вы с ними не расплатитесь, завтра не дадут кредит или пугают, что не дадут. Поэтому вы и гоните всю свою прибыль, в первую очередь на долги перед банками, да еще и гасите, как вы тут говорили, не слабые проценты. При этом в грош не ставите ни бюджет, хотя во всех странах бюджет и налоги святое, ну это я с правительства спрошу, ни своих поставщиков, которые к тому же наверняка посадили вы на невыгодные условия с огромными отсрочками оплаты, но свои обязательства не выполняете. А жалуете, что кто-то там чермет у вас забрал, не оплатил вовремя, так вы же сами показываете пример. Хорошие банки видят непростая ситуация в отрасли, но надо войти в положение. Надо руководителям соответствующих подразделений Белкупсоюза вместе с банкирами собраться в четырех стенах, а правительство там или комитет госконтроля на ключ их там закрыть, пока не договорятся. Но банкиры должны сделать шаг в сторону сельчан, а не своей прибыли. Нет же, свое. Урвали и наплевать на бюджет, все остальное. С таким подходом пора заканчивать. Даю новому руководству максимум квартал разобраться, навести порядок в финансовых потоках. Не будут банкиры и прочие идти навстречу? Зовите Герасимова, председателя комитета госконтроля. Жду с докладом по итогам года. Надо прекратить игру с бюджетом и перетислением туда налогов. Бюджет святое, надо рассчитываться. Не будете рассчитываться с бюджетом и платить налоги? Не приходите с просьбами по финансированию и поддержке. По убыточным организациям тоже не затягивайте. С руководителями этих 23 организаций вникните в проблемы, ставьте задачу через 3-4 месяца. Бизнес-план на стол не может, не способен, принимайте кадровое решение. У нас в стране экономика в целом растет, показатели неплохие. И только в Белкоп-Союзе за год самый большой рост числа убыточных организаций. Два с половиной раза. По сути, чрезвычайное положение. Жаль, что правительство и обл. исполкомы этого не видят. Причины на поверхности. О них уже сегодня сказано. Отрасль почти не занимается экспортом, где сегодня основные доходы на затраты не смотрят. Проценты бешеные, тем не менее, никто не борется за снижение, платим. Поэтому такой результат. Есть и другие статьи бешеных затрат и роста себестоимости. В каждом исполкоме, обл. исполкоме, с вице-премьером Субботиным, новым руководителем Белкоп-Союза, лично посмотреть бизнес-планы этих 23 организаций. А председатель комитета госконтроля по итогам года доложит, как выполнено. Продолжение следует...